Друзья, тогда мы начнем. Небольшое, мы перенесли как наше ежемесячное мероприятие, когда мы с вами общаемся, по довольно важной для нас причине, поскольку мы все-таки уже наконец подключать нашу респозную регистрацию сегодня, мы выкопили, как и обещали, часть нашего нового портала, то есть самая первая, это профайл. Будем с вами вместе учиться, с этим инструментом нашим небольшим, там не очень сложный интерфейс, вы нам нужны для того, чтобы мы могли вместе с вами протестировать новый функционал для нас, проверить, как подключаются ваши переключинки, как подключаются ваши девайсы. И в принципе это уже работающая система, которая подключает крипто кашелькуру, делает уникальным ваш ID, идентификатор. Мы отключаемся от прямой связи с Apple и Android, с их геймцентрами. Баланс будет у нас отражаться теперь непосредственно на вашем профайле, не только в вашем смартфоне, но и в вашем профайле. Вы уже видите, наверное, что здесь есть клип, вы уже видите, наверное, что есть такое поле, как серебро, мы будем с вами получать это данное сразу же на наш с вами портал. Я думаю, что я немножко задержался с этим, спасибо, что предложу, сейчас посмотрим. Кто хочет параллельно с Ильей, может быть, сразу же заведете себе регистрацию в нашем портале, ну или просто посмотрите на запись этой страницы. Такой маленький мануал. Транслировать экран. Сейчас. Хорошо. Транслировать экран. Что такое транслировать звук в YouTube, не помню, давайте попробуем. Итак, прошу всех присоединиться к нашему тестовому порталу, на котором сейчас основная опция, которую мы демонстрируем, это ваш профайл. Как, так, пандышко, профайл. Понятно, мне нужно сюда выйти. Диана, видно, подскажи, пожалуйста. Да, все видно. Ага, отлично, хорошо. Сергей, вам видно? Да, прекрасно видно. Смотрите, я в данном случае уже подключен. И как мы сегодня обнаружили опцию, выйти из своего профайла у нас пока не работает. Поэтому те, кто будет подключаться, могут выбрать свой пчелек, который подключится. У нас здесь есть выпадающий список разных криптовых пчелков, которые уже должны работать. Но я уже видел от Андрея Чудного, что работает, видимо, для некоторых из вас только Метамаска. Будем проверять. Но, в принципе, все кошельки должны работать. Когда мы с вами залогинимся через кошелек, мы с вами получаем доступ к профайлу. Здесь есть возможность редактировать свой никнейм. Вы можете редактировать. Из списка, скажем, чуть-чуть плохо видно. Но здесь все те гербы, титулы, NFT, которые у нас с вами есть. У меня есть практически все, кроме дракона, поэтому дракона здесь нет. Но есть вот Grandmaster, например, я могу себе поставить и сохранить. Я могу выбрать любой аватар, себе поставить сюда картиночку. И когда я сохраняю, соответственно, у меня здесь появляется... К моему никнейму добавляется мой титул. В поле с моим профайлом мы видим, что он тоже титул и никнейм. У нас здесь с вами NFT крутится, которая у каждого из активных участников нашего каминьки есть. Вы можете выбрать ту, которую вам больше хочется. Но вы понимаете, что чем выше статус, тем выше уровень игрока или уровень вашего владения, вашими актерами. Очень скоро, я надеюсь, что уже на следующем деле мы подключим земли и сможем с вами поработать, посмотреть, как переключается, соединяется земля в доменах. В следующем мы запускаем контент. То же самое его можно будет объединять. Это я потом расскажу, я немножко забегаю. Итак, здесь есть такое поле био, где вы можете немножко описать о себе, как был замечательный, красивый пинг. Это поле просто утащили с одного известного ресурса. Нам оно очень понравилось, потому что здесь можно писать, что в детстве я был глубоким блондином, двухметрового роста. Сейчас, как бы, все изменилось. Но вот здесь можно информацию. Очень важное поле здесь Mobile App Connect. Я записал видео и покажу вам его. Но, в принципе, когда вы тапаете по... Когда вы переходите в мир дополненной реальности, и вы видите наш замечательный аппарат, который дает код, вы по нему просто прикасаетесь, вы получаете код, сохраните его любой из мессенджеров, и вы можете этот код поставить вот сюда. Я сейчас его просто от руки наберу, любой... Надо кнопочку и не включить. То есть здесь сюда будет возможно поставить, сохранить. Прошу вашего внимания, что, в принципе, код, который вам дается, можно получить один раз, сейвить его один раз, после того, когда вы будете изменять, редактировать данные, это поле будет уже неизменным. Пока так. Здесь у нас должна появляться зеленая ганочка. В настоящий момент она временно отключилась. Завтра будет. Ну, как обычно, да? Хорошо. Здесь все достаточно просто и примитивно. Здесь достаточно понятно. И можно уже поиграть с чем-то. Что касается вот этой части. Здесь вы видите уже, что к вашему типу, который отражается, и к точку, который здесь отмечается, здесь уже появились монеты. Серебряные должны отражаться. Почему-то у меня они не отражаются. Этот вопрос мы решили, я надеюсь, решили. Потому что, когда мы проверяли в боевом режиме, оно все работало. Здесь отражаются у нас с вами еще также наши активы в монетах Аркона, в сети финансов, в сети эфириум. У нас здесь также запланированы и другие сетки. Мы их будем добавлять, потому что и минкер. Здесь будет отражаться также ваш баланс в сети минкер. Что такое AdFunds? То есть мы с вами сможем обменивать токены Аркона. У нас серебро. И наоборот, кнопка в ближайшее время тоже заработает. После того, когда мы разберемся полностью с ее функционалом. В самое ближайшее время мы запустим Bridge. Откроем по новой. И сейчас у нас уже опустились в финальной степени разработки. Мы проводим тесты мостов новых обновленных эфир в Minas Smart Chain. И добавляем Minter. Как мы обещали. Всегда чуть-чуть задержать. Всегда скоро он заработает. Ну, собственно говоря, по этому вопросу, наверное, все. Я думаю, что мы можем включить этот рассказ. И остановить ее. И вернуться к нашему обсуждению. Ну, смотрите, да. Кажется, такой небольшой может быть участок. Но это довольно важная часть нашей работы. Она позволяет нам цепить нашу. Наконец-то включиться к проблему 3.0. И сделать один шаг. Следующий шаг в будущем. Децентрализованный мир. Полный анонимности. Как мы хотим. Крипто-анархию. Никто не узнает, кто вы, что вы. И с какой вы страны. Никто не узнает, если вы будете пользоваться VPN. И так далее. То есть мы двигаемся в это направление. Диана, давай тогда я передам слово тебе. По поводу наших мероприятий. Прошедших и помечающихся. Спасибо. Я очень коротко напомню, что за этот период времени у нас случился хакатон, в котором принимала участие Аркона. Нас взламывали. Ну, не то, чтобы сильно их взломали. Но, тем не менее, потестировали нашу систему. Было очень даже замечательно получаться в таком интересном диджитал-событии, разместить художников. Там и дети рисовали эти картины, которые взламывались. И в рамках этого хакатона у нас впервые произошла тусовка московского комьюнити. Может быть, потом в конце кто-то из участников поделится своими впечатлениями. И мы, в принципе, хотим предложить другим городам делать заявки. Если у вас есть хотя бы 5-7 человек, желающих деанонимизироваться, то собирайтесь, предлагайте, что вы хотите. И мы дадим финансирование на пару плюшек с чаем, чтобы друг друга узнали, познакомились и начинали по этому интересное взаимодействие в рамках одного города, если захочется. Мы уже видели, какие города у нас есть в комьюнити. Видели мы Омска много, видели Саратова, видели Санкт-Петербург, видели Петербург. Так что welcome. Объединяйтесь и общайтесь. Так, дальше. Что у нас было очень важного и то, что будет с продолжением. Это наши фан-арты для двух известных крупных компаний. Они очень впечатлились вашим наработанным. Все наши партнеры обещали призы, и мы ждем еще их. Они их не забыли. И эти компании, которые мы с вами рисовали, сейчас ведутся переговоры уже в дальнейшем пилотном проекте. Это будет более масштабная история. Очень интересная с видеоразмещением на билбордах, с квестами, с крупными призами от крупных спонсоров. Но я надеюсь, что информация об этом у нас будет завершаться переговоры в течение месяца-полтора. Раз, ну, компании крупные и небыстрые. Но факт в том, что наш с вами первый пилот их впечатлил, они очень и остались довольны. Так что большое всем спасибо, кто принимал участие в фан-арте. Очень надеюсь, что все вы сейчас примете участие в нашей подготовке к рекламной кампании ВКонтакте. Тот конкурс, который сейчас стартовал, это не просто конкурс, он действительно важный. И так, поскольку Android, я забыла сказать, Android мы запустили, да, можно играть, собирать серебро, и мы хотим, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Поэтому сейчас присоединяйтесь, напрягайте мозги, что бы вам самим хотелось уйти в этой рекламной кампании. Мы только начинаем со ВКонтакта. Большие планы под движением ARKON в связи с тем, что мы потихоньку, поэтапно запускаем все то, что нами было обещано. Так что присоединяйтесь и креативьте вместе с нами. Это то, что у нас сейчас в планах. Провели мы амбассадорку, да, Сергей? Мы вообще прям вау. Это было интересно, здорово. Мы рады, что амбассадоры наши стали активно предлагать свои конкурсы, свои какие-то идеи. Не стесняйтесь, обращайтесь к амбассадору. Мы скоро вам в год выложим весь список, чтобы вы знали, кто амбассадор. Кому можно обратиться с какими-то удивительными идеями, а конкурсы о хэрвентах загадкой? Пословица, поговорки, частушках. Все, что приходит в вашу голову. Так, что у нас еще в планах? Из комьюнити? Тэг, тэг, тэг. А, фильм, который снимали на фукатоне, который ждут ребята, которые давали интервью, обещали через 2-3 недели. Они там увлеклись. Еще интервью с разными художниками берут, поэтому чуть позже, чем хотелось бы. Но он готовится, он скоро будет. И мы скоро увидим большое, почти полноформатное кино, в котором в том числе есть информация про Аркор. Сегодня все заметили, я очень надеюсь, что Бакор наконец-то запустил свой В3 и перенес уже практически, там появился пул для Аркона. Сейчас туда будут постепенно переноситься активы из В2 в В3, но это определенные политические нюансы. И надеемся, что в ближайшее время запустят там торги. Это будет совершенно другая история, с более низкой комиссией. Также в ближайшее время, в течение, наверное, июня, будет запущен фарминг в Банкоре, совместное с финансированием Банкора, с интересными наградами в токенах от нас от Банкора и с МПТ. Тоже через какое-то время мы это проанонсируем. И думаем, что это очень прекрасно повлияет на курс токена и на все наши с вами развития. Что у нас еще? Ну, из основного, наверное, такое вот важное, что было и что будет, наверное, все. Сергей сейчас расскажет нам про статистику в соцсетях, статистику в боте и про... А, Илья, да, что, Илья, ты хочешь сказать? Я просто хотел сказать и напомнить в своем себе, я хотел поблагодарить Сергея и команду, которая вместе с ним работает, в том числе языкокартон, потому что это часть нетворкинга, которая есть в висичек наших учебников, которые, в общем, притаскивают практически каждый день какие-то приходят новые идеи. И, в общем, большинство вещей, которые сейчас в нашей социальной активности двигаются, горят, зажигаются каким-то образом вообще, всех не оставляют спокойными, как я вам погляжу. Они, в общем, приносят, придумываются и дорабатываются вместе с Дианой, в общем-то, командой Сергея, да? И это, в общем, такой бомбический ресурс, который к нам присоединился и который я на каждой нашей с вами посиделке вывожу до сведения комьюнити, что лисы – это круто. Это мой, Серега, больше стикеров лисин и зажигающие рассказывайте о себе, да, чтобы вас тоже все знали. Для тех, кто спрашивал нас, почему, собственно говоря, мы рады, приветствуем, когда от лисичек приходят какие-то интересные вещи, в том числе и канал. Да, Метавселенная – это не мой проект, не проект Дианы, не мы, типа, боги сидим и всеми рулем. Метавселенная – это децентрализованная платформа, где приходят различные компании, люди, активы и так далее. Среди вас просто уже огромное количество людей, я не знаю, даже последний конкурс честушек, поговорок и так далее – это уже просто как называется комьюнити создаёт контент. Но вот все эти как бы развивающиеся, симулирующие вещи, они немножечко сначала толкаются, то есть придумываются какие-то истории, вещи, какие-то интересные штуки. Огромное количество вещей скрыто под капотом. И на самом деле, ещё раз вернусь к тому, что начал. Серёга, спасибо вам за ваше лисичьё братство и лисичьё команду. Спасибо большое. Так что давай зажигаем. Спасибо вам огромное всем и Метавселенной Аркона в широком смысле, комьюнити и, естественно, фаундерам. Илья, Диана и все, кого мы сейчас здесь не видим, но кто остаётся за кадром, команда. Это на самом деле всё очень круто, и это огромный интересный опыт. И мы очень рады, нам очень приятно, как вот лисичьему королевству, что нас замечают, ценят и видят этот вклад. Потому что действительно мы развиваемся, мы стараемся тащить всё к себе. А так как Аркона является частью нашего места обитания, то, скажем так, всё в дом и сюда. Да. По поводу таких больших всяких новостей и статистики. Можно очень много и долго рассказывать всякую нудную статистику по маркетингу или чего-то там ещё, кто сколько лайков поставил. Но я хочу похвалить вас в нашей комьюнити, наши зрители, кто нас смотрит, кто активно участвует. Вы очень крутые, потому что мы создали то, чего не удаётся создавать большим корпорациям. Это дружная комьюнити из амбассадоров. И не просто людей, которые дали роль в Дискорде, что они амбассадоры или они там прошли какие-то тесты. Нет, серьёзно, настоящих амбассадоров. Вы знаете, сколько у нас? 16 человек. Это много. Это действительно очень много. Этим количеством можно одновременно обучать порядка тысячи человек, причём вообще без проблем. Это 16 человек, которые идеально знают проект, которые прошли все даже каверзные тесты идеально и достойно. Притом, в общем, мы эту тему будем продолжать. И это не первые наши амбассадоры и не последние. И мы будем дальше продвигать амбассадорскую программу, активничать, и мы вас обязательно заметим и наградим, в том числе роль амбассадоров. Также поздравляю амбассадоров с тем, что вы успешно справились с нашей секретной фазой. Это делегирование, так сказать. Вы начали успешно продвигать мини-конкурсы, и мы видим, что вы ответственны, и у вас это получается. Это на самом деле вы не представляете, насколько сильно нас радует. Может быть, мы не особо ярко выражаем эти эмоции, но у себя в закрытых чайниках мы очень радуемся, и это действительно так. 90 тысяч долларов. Причём серьёзно. В активах, в опыте, во всяких токенах, в частности Аркона, по большей части мы за май, получается, да, и часть июня заработали вместе с вами. То есть вы заработали. Да, и это очень много, действительно. Причём это те активы, которые имеют реальное применение, так называемое юзабилити, чего много людей нет. Это замки, это земли, это то, что вам прямо сейчас скоро уже пригодится с нашим запуском портала. Первые шишки мы уже сделали, причём первые шишки мы уже сделали давно, а сейчас вы уже эти шишки можете видеть и потрогать. 4,5 миллиона опыта почти уже мы с вами заработали в боте. Это на самом деле гигантские активности. Мы очень тщательно продумывали все эти механики и по опыту, и все эти 300 опыта за одну активность, 500 опыта за другую и 2000 за третью. Это чётко выигранные на самом деле значения, и это всё можно конвертировать примерно, если не ошибаюсь, в общем, в час, по-моему, можно максимум получить что-то порядка 100 опыта. Вот мы можем 4,5 миллиона разделить на 100 опыта, грубо говоря. И мы получим, а я даже сейчас, прямо сейчас это сделаю. Уберём один нолик. Мы два нолика уберём и получим 45 тысяч часов. А если разделим их на 24, то получим 1875 дней. То есть мы с вами наговорили на 5 лет вперёд, по сути, за эти наши дружные 3 месяца, и в частности, в основном, за последний месяц. Это было очень бодро. И по хроникам Арконы, из такого нашего глобального имента, который несёт огромный вклад в маркетинг, если вы сейчас в Яндексе вобьёте Аркона, да даже в Гугле, у вас первые запросы будут наши группы, наши соцсети, наши контакты. Так нас люди находят. И на самом деле полгода назад этого ещё не было. Там были какие-то музыкальные группы, чьи-то поделки, и вот это всё. А теперь всё, мы захватили эту территорию. Интернет наш. И 25 человек пошли этот путь с начала месяца и до конца, и завтра у нас будет финальное колесо, на котором мы разыграем награды. Что такое 25 человек, которые месяц постили по несколько записей? Это на самом деле огромное количество. В среднем у нас от человека было по 3 записи за месяц. То есть это получается больше 2 тысяч записей. Вы просто представьте, как мы накормили поисковики. Нас теперь все найдут и все о нас узнают. В общем, как-то так. Ещё хочу добавить к поводу наших ботов замечательных, наша игра. Вы уже сами успели найти, что у нас драконы начали сражаться. Мы даже вам об этом не говорили, а вы уже сражаетесь. Скоро мы допилим эти механики, и у нас очень много идей про то, как нам в нашей метавселенной развивать эту игру. Драконы у нас смогут делать много чего интересного, спойлерить не буду. Но конкретно сражаться, да, они уже в этом месяце смогут. И скоро мы вам расскажем подробнее о том, как это делать, что это даёт. И я хочу также передать нашей команде Fox Castle всем ребятам привет, кто у нас сейчас трудится. Мы очень много чего делаем и очень много чего ещё сделаем. Вы большие молодцы. И, в частности, также приветик переводчикам, кто у нас эти все локализации делают. Это тоже очень здорово. На нас, кстати, ни один ещё иностранец не ругался за переводы. Всё очень качественно и выверено. Вот. Ну, собственно, как-то так. Прошёл у нас этот месяц. На самом деле очень весело, очень бодро, и мы сделали очень-очень много вместе с вами. Сергей, спасибо огромное. Я хочу попросить Андрея презентовать одну вещь, которая тоже делается вместе с командой Fox Castle, с Антоном. Видите совершенно одна бомбическая вещь. Андрей, расскажи, пожалуйста, ещё одна вещь, работающая вместе с ребятами. Анонс такой, лёгкий спойлер. Андрей, ты с нами? Да, я с вами. Ну, я не буду многословным, потому что давайте сохраним интригу, и будет гораздо интереснее, мне кажется, услышать первый живой отзыв от Шреддера, поэтому самое вкусное предпосел новоследок. Но я расскажу вкратце, над чем мы сейчас работаем. То есть мы сейчас прорабатываем интересный концепт вирусного маркетинга в Телеграме. У него суть одна – получить на выходе в боте одну кнопку, NFT, функциональная NFT. Все ведь хотят NFT. И единственное, что нужно сделать, чтобы её получить, это нажать на кнопочку и удержать её в течение определённого времени. То есть сделать так, чтобы никто, кроме вас, её не успел нажать. И для интереса со временем появятся дополнительные фичи вокруг очень простого действия в виде нажатия на кнопку. Для первого взаимодействия с ботом не потребуются никакие дополнительные познания ни про NFT, ни про метавселенную, поэтому поучаствовать сможет абсолютно любой. Это убирает все границы и позволит распространять нашего замечательного бота и все те мини-игры, которые в нём и содержатся, среди любых каналов и групп, которым это может быть интересно. Ну и получается, что таким образом у нас формируется фокус на привлечении новых, именно новых участников, потому что наша старая, ну не старая, наша замечательная комьюнити, она прекрасная и автономная. Ну, не нужно на этом замыкаться, и всегда здорово, когда видишь новых людей с новыми горячими глазами, которые хотят привнести что-то своё, что-то новое. Поэтому мы будем создавать различные механики, чтобы стимулировать прирост комьюнити, чтобы всем было интересно. Так что Ева сможет скоро и такое ещё делать. Завлекать людей. Андрей, расскажешь ли? Да, Андрей, расскажешь по тестам насчёт моста с Винтер-БСК? Ну, пока что, наверное, я не буду в детали углубляться, только подтвержу слова Илье, что, действительно, сейчас уже финальная стадия разработки моста, уже идёт активное тестирование. То есть то, что все так долго ждали ещё с прошлого года, оно уже наступит, уже даже, я думаю, в самое ближайшее время. Мне кажется, это замечательное событие. Все хотели мосты, они уже здесь. Нам осталось только убедиться, что интерфейс удобен, и что нету каких-то критических воздействий. Краш-тесты, в общем, сейчас проходят, и совсем скоро мосты будут запущены. Спасибо большое, Андрей. Так что вот у нас сколько новостей, вот сколько у нас всего ждёт нас в ближайшем будущем. Илья, что-то мы хотим добавить, или начинаем вопросы из чата? Я просто хотел сказать, что как-то мы так будем бодренько справились с огромным количеством печенек. Печенек, да? Спасибо, Андрей. Действительно, много печенек. Мы буквально за полчаса все, как бы, уже вспоминали, что мы можем сказать. Давайте поговорим, если есть какие-то вопросы из чата. Вопросы и, может быть, вот, как я и говорила, впечатления кого-то, кто был на лайв-вечеринке в Москве, кто захочет поделиться своими впечатлениями, то мы будем рады. Поднимайте ручки. Я и Сергей будут вас подключать в эфир. Ручки. Ручки. Где же ваши ручки? Где же ваши ручки? Алекс. Хорошо. Ручка. Есть ручка. А вот я еще вижу, кейт, ручка. Хорошо, говорите. Добрый день. Алло. Всем привет. Ребят, секундочку. Алекс. Кейт, прошу прощения. Сначала Алекс, наконец, пробился. Да, пожалуйста. Да, добрый день, комьюнити Аркона. Я, как бы, рад всех слышать, видеть, слышать, видеть то, что проект развивается. Как бы, ну, я, наверное, в проекте уже год. Причем у нас определенная группа людей. Мы инвестировали довольно-таки приличное количество денег в проект. И есть ряд вопросов, на которые очень хотелось бы получить ответы. Первый – это когда стартуют замки. Второй – по поводу количества токенов Аркона, которые появляются и печатаются постоянно. Потому что, когда мы год назад заходили, был разговор, что они увеличиваться не будут. Мы смотрим блокчейн, видим, что периодически появляются дополнительные миссии. Хотели бы понять, сколько они будут продолжаться, как они потом будут изыматься, как они будут сжигаться. Потому что для участников, которые сошли деньгами, а не активностями, важно, чтобы проект сохранял ценности, не распылял ее. Поэтому хотел бы узнать от вас судьбу замков, когда они стартуют. Когда мы начнем эту часть проекта использовать. Потому что у нас довольно-таки большое количество паков и всего остального. И мы очень ждем момент старта. Вроде бы должно было все стартовать еще в конце зимы. Но вот уже первый месяц лета информация до нас не доходит. И по поводу токенов этот вопрос тоже очень беспокоит. Он очень существенный, потому что эмиссия увеличивается. Мы пытались посчитать эмиссию по разным блокчейнам. И опять же, ну как бы не соответствует тому, о чем сказано на лобовой странице. И это очень важно для тех людей, которые вносят в проект деньги. Потому что мы считаем, что он перспективный. Мы в него поверили. И вот сейчас ждем от вас четкого ответа и старта интеграции с теми, кто принес деньги. Спасибо. Спасибо за ваши вопросы. У нас все комьюнисты, так или иначе, длино все деньги. Основные участники, в том числе и команды, которые тоже принесли деньги. Спасибо за то, что вы участвуете в нашем проекте. Мы всегда говорили, что эта эмиссия будет ограничена. Описание этого условия находится прямо на нашем сайте. Вы можете посмотреть условия дополнительной эмиссии. Мы всегда говорили, какой процент дополнительной эмиссии будет выпущен для маркетинговых союзов и развития проектов. И говорили также, что в течение определенного времени эта эмиссия будет потом обратно сокращаться. То есть, условно говоря, при выпуске в каждом из новых блокчейнов, при создании новых монет, каком-либо из блокчейнов, общая эмиссия будет, не эмиссия, общая циркуляция токенов не будет превышать 15 миллионов. Мы позволили себе, в самом начале, когда мы расширялись на новые блокчейны, мы описали, что мы будем выпускать дополнительные эмиссии в маркетных целях не более 10%. Диана, поправь мне, я если не прав. Все верно, до 10%. Вопрос цифр возникает из-за шлюза, в котором происходил обмен. Из эфира выходили в БСК. Те токены, которые живут в шлюзе, они не учатся в циркуляции. Поэтому мы сейчас привыкли. Это все описано. Диана, это все описано. И я думаю, что вообще говоря, мы не будем зачитывать то, что есть на сайте информации. Все, кому интересно, могут пройти, посмотреть и ознакомиться. И увидеть, что эта информация была опубликована в тот момент, когда мы открывали мосты и выходили на новую сеть. По поводу замка. Извини, Диана, ты хотела еще что-то сказать? Нет, в принципе, мы можем просто на всякий случай скинуть ссылку в канал, если кто-то не может найти эту информацию. Если можно добавлять, я просто скажу, но мы довольно-таки хорошо считаем. И у меня, например, получается на сегодняшний день порядка 150 тысяч монет. Ну, непонятно где. Мы считали шлюзы, мы считали эмиссии в каждом из блокчейнов. И я понимаю, что на самом деле есть вопрос о определенном количестве, о чем мы, кстати говоря, говорили с вашим представителем, который четко не смог нам дать на этот вопрос ответ. То есть есть ситуация, ну, как бы переизбытка этой эмиссии. Вы говорите еще чуть-чуть. Если отталкиваться жестко 10% плюс 15 миллионов, мы понимаем, что больше не будет, ну, тогда да, мы оставим за собой право их, как бы, когда мы увидим, что если их стало больше, мы об этом заявим тогда, ну, как бы громко по всем, ну, по всем вашим... За пределами обмена, смотрите, это важно. То есть те миллион двести, по-моему, в шлюзе живут, да, или осяньчук? Миллион триста, наверное. Миллион триста, да. Я сейчас посмотрю. Соответственно, эти токены не циркулируют. И они обменяли люди их на ВСХ, мы откроем обратный мост, они их смогут обменять обратно. То есть это то, что не находится в циркуляции. Поэтому 10% о которых мы говорим, да то, что происходит, для плейдерн, для награждений, все, а все равно, это за пределами шлюза. Поэтому вот ваш расчет, он должен соответствовать этому. А 150 тысяч токенов, в блокчейне все видно куда-нибудь. Да, да, в этом-то и вопрос, что как бы оно видно 10%. Хорошо, что вы еще раз это сейчас подтвердили, это важно, потому что, ну, в блокчейне ничего не спрятать, и там все видно, и да, хорошо, спасибо за информацию. Нельзя дальше прятать. Да, теперь мы очень ждем информацию про замки, да. Еще раз повторюсь спасибо за то, что вы были одними из ранних покупателей. Я понимаю, что может вызывать некоторое раздражение о том, что мы до сих пор не вышли с этой игрой. Ну, скажем так, на этапе предварительных покупок, мы, наш представитель, в том числе, давал информацию о том, что команда заявляет в определенный roadmap, но это наши обязательства перед нами. Да, то есть мы строим для себя определенный план разработать. Различные вещи могут случаться, и, скажем так, могут в сроке отказываться, сроки могут изменяться. Если 12, мы считаем, что это не очень большие изменения по срокам, потому что где-то квартал, да, второе у нас пошло, к сожалению, может быть. Но, в любом случае, то, что мы сейчас делаем... Развалился весь чат. Запись снова пошла, все в порядке. Отлично, хорошо. Итак, друзья мои, замки, безусловно, и драконы будут запущены, мы надеемся, в ближайшее время. Сейчас мы добились самой важной части этого... Одной из самых важных части этого проекта. Мы запустили сквозную регистрацию. Сейчас с вами ее отработаем. Следующими этапами, которые мы запустим, будет возможность собирать земли в домены. Это, я надеюсь, что мы на следующей неделе плюс-минус уже запустим. После этого, еще где-то неделю, у нас должно занять возможность установки концентра. Плюс-минус. Посмотрите, любые сроки, которые мы объявляем, это сроки о наших намерениях на разработку. То есть мы готовим себя для того, чтобы именно в такие сроки запуститься. Однако в любой момент времени может случиться что-нибудь, что перенесет еще сроки, перенесет еще какое-то время. Это возможно. Что я могу сказать для тех, кто владеет уже замками, беспокоиться в принципе о том, запустится или нет этот проект, не нужно. Потому что сам по себе технологический стек, который мы здесь используем, он нам нужен не только для замков и драконов, он нам нужен вообще в принципе для развития экосистемы. Замки и драконы – это вишенка на торте, которая, с нашей точки зрения, должна будет привлечь к нам с вами весь наш мир новых людей, новых участников и расширить комьюнити. Словно говоря, я надеюсь, на сотни, тысяч и миллионы людей нас переспечили. Наша задача – отработать максимально хорошо, качественно, чтобы этот продукт допустился и принес удовлетворение всем участникам. Те, кто купил замки или паки замков на раннем этапе, получили достаточную возможность, скажем так, снизить свои волнения, потому что эти продажи были достаточно большим дисконтом. Как и все в блокчейне, когда делаются какие-то ранние продажи, вы получаете большой, очень большой дисконт. И этот дисконт абсолютно четко должен нивелировать любые издержки, связанные с нервозностью и ожиданиями. В него закладываются в том числе и издержки, которые могут как бы там связаны быть с запахом и сроком. Кроме того, мы, конечно же, готовим определенные преференции для тех, кто зашел на раннем этапе. Как и всегда, мы это делали, в том числе и когда мы продавали токены на ICO. Все, кто участвовал на раннем этапе, получили определенные бонусы. Я надеюсь, в тот момент, когда Марк Сукерберг с престола взорвал рынок, да, все они отыграли. Все, кто купил замки, это тоже покупатели токенов, которые имеют их у себя на активе. И в скором времени эти замки начнут переносить так долго ожидаемую прибыль. Мы к этому стремимся и работаем именно в этом направлении сейчас, в силе команды для развития этого проекта. Я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Теперь, Лоу Кейт. Кейт, пожалуйста, вам словом. Так, я тут? Слышно? Да. Да. Добрый вечер. Всем привет, Илья. Привет, Диана. Привет, Сережа. Я, наверное, только один раз, да, была в эфире прямом. Вот, решила разрядить немного атмосферу, поделиться своими впечатлениями встреча долгожданной. Я почему-то думала, что Диана и Илья будут. Но, видимо, мне показалось, что они должны выйти. Но я очень, прям, очень сильно хотела вас увидеть, познакомиться, вот. Но надеюсь, конечно же, что в ближайшем будущем мы увидимся когда-нибудь где-то в Москве, если, конечно, вы сможете приехать. Вот, а так, очень-очень хотела вас сильно поблагодарить, что вы даёте столько возможностей, просто невероятное количество возможностей вы даёте для развития, раскрепощения себя, развития себя как личности и так далее. Просто я никогда раньше не участвовала в таких проектах. Это для меня самый первый проект, где я себя так творчески проявляю. Вот. Немножко волнуюсь. Вот. И хотела вас очень сильно поблагодарить. Я прям очень-очень рада, что я в этом проекте. Я вам тоже шлю сердечки. В общем, наша встреча прошла суперкруто. Мы как будто знакомы просто сто лет. Болтали просто без устали. Вот. Всё было очень прям френдли, суперфрендли. Ну и, естественно, все мы давали интервью. Какая Аркона крутая, Аркона вперёд. Вот. Надеюсь, что это интервью как-то распространится. Ну, если там, конечно, мы всё хорошо сказали. Вот. И Аркона будет развиваться, да. И что много людей они узнают. Очень надеюсь на это. Вот. Пока всё. В конце концов, мы с вами среди там трёх сотен метавселенных с дополнительной реальностью, по-моему, у нас два с половиной где-то проекта. Мы не будем говорить про тех, кого мы любим, наших конкурентов. Но на самом деле мы, в общем-то, впереди всех идём. С нашими, по-моему, или даже конкурентами нас очень мало. Поэтому, конечно, мы будем известны и популярны. Наше время практически уже пришло. То есть я хотел сказать чуть спасибо, кстати, большое за ваш огромный позитив и всегда участие активное. Смотрите, мы сейчас с собой с собой получаем обращение как платформа, которая позволяет создавать людям собственные проекты в дополненной реальности. То, что Диана рассказывала. Есть какие-то проекты, о которых мы говорить не можем, к сожалению, да. Или, наверное, к счастью не можем говорить, потому что у нас уже есть подписанные идеи. Я молчу, я молчу, Диана, я молчу. Больше ничего не говорю. Да, но это позитивные штуки, которые говорят о том, что вот эта волна, которая снесла, немножко сдвинула фокус на дополненной реальности и привлекла обратно людей к виртуальной реальности, снова переходит на сторону, то есть когда вот хотелось взять границы. Ну, да ладно. Мы надеемся в скором времени снова границы станут свободными, люди смогут спокойно перемещаться. Это время, когда дополненная реальность придется в этот мир. То есть мы с вами фактически ее пионеры, амбассадоры. И, кстати, Сергей, я пытаюсь понять разницу между амбассадором и евангелистом. Она существенная, на твой взгляд? Разница между амбассадором и кем еще раз? Евангелистом. Понятие евангелисты у проектов – люди, которые продвигают проект. Да, да, да. Ну, амбассадор – это более такое универсальное название человека, такого универсального бойца, которого просто отправляешь либо в тыл, либо на фронт, либо куда-либо еще, и он может принять любую роль. Он может и креативить, и рисовать арты, и рассказывать всем про проект, и там найти где-нибудь евангелистов, собрать и пойти к какому-нибудь проекту, рассказать про нас всех. В общем, это прям самые такие бодрые-бодрые ребята, которые спокойно могут в одиночку раскидать, скажем так, все за проект. Всеми возможными способами. В общем, у нас и евангелисты, и амбассадоры – классно, получается, создалось камень, который уже очень активно принесло в невероятный пользу проекту, в продвижении. Спасибо, ребята. Диана, у тебя есть что-нибудь? Я не слышу. Да, не слышно. Диана, тебе, к сожалению, не слышно было. Но зато было видно очень красиво. Не слышно. А вот теперь пробивайте. Нет, не слышно. 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 Слышно? Да. Я хотела сказать, что то, что было в Москве на Хакатоне, это и был настоящий десант амбассадоров. Как он и должен быть. Дали интервью телевидению, дали интервью фильму, который мы ждем. Потусились, пообсуждали, перемыли нам кости. Я думаю, без нашего участия это было гораздо так спокойнее. Всех обсудили веселее. Ну, да. Я очень рада, что понравилась тусовка. С нашим участием, возможно, будет не так весело. Видите, какие мы чисто сразу же начинаем двигаться. Да, на самом деле, проект у нас длится не один год. Скоро уже 10 лет, как мы начинали очень давно, когда еще никто не верил вообще в дополнительную реальность и что можно вообще что-то сделать за пределами, условно говоря, стола, стула и какой-нибудь визитной карточки в дополнительной реальность. Мы тогда, мы просто мечтали, но уже придумали сам концепт. Просто со временем она меняется. Друзья мои, если кто-то еще хочет задать вопрос, пожалуйста, поднимайте ваши ручки. Мы вас обязательно подключим и послушаем. Что предлагает чокнуться, не знаю, но всегда можно найти. В следующий раз мы снова принесем с тобой, если как-то. В прямом эфире, да. Если какие-то вопросы в канале, Сергей, посмотрите, пожалуйста. Слушайте, я смотрю канал, пока не вижу ручку. Кроме того, что мы... Друзья мои, есть такое предложение. Диана, сегодня... Вот, надо, видимо, заканчивать, скоро будет. Сейчас слышно или не слышно? Сергей, меня слышно? Да, да, хорошо слышно. Хорошо. Значит, у Дианы было такое предложение, что там, где соберется более десяти амбассадоров, мы, со своей стороны, поможем им хорошо посидеть. Да, профинансируем это дело. Поэтому давайте попробуем этот продукт... Не, блин, ты не сел продуктом за это. Давайте попробуем эту идею развить, что создать по всей стране такие сети, где люди немножко дианонизировать, могут между собой встретиться, пообщаться, поговорить. Может, из разных городов даже приехать, да? Мы, со своей стороны, поддержим, поможем. И просто, может быть, когда-то можно было сделать такого рода мероприятие, как сейчас у нас с вами, но не просто мы тут сидим с вами лично с этим. Вот тогда, когда в Москве ребята собирались, было бы классно, если бы мы могли присоединиться хотя бы так удаленно. Так давайте в каждом из городов попробуем краснодарских. Давайте краснодарских, смотрите, начнем. Почему нет? Хорошее дело. Давайте сделать так и попробуем такой родной тусовки, где мы соберемся, кто-то виртуально, кто-то реально, и изместим. Посидим, Диан, я не хочу еще своего. Ты говоришь, что-то не хочу. Картиночка даже. Диан, ты хотел что-то добавить? Класс. Класс. Не слышно, да. Ребят, тогда, значит, мы попробуем этот вопрос обсудить и на общее, как бы, собрание для комьюнити предложить какой-то вариант на следующей неделе. Попробуем пока лето, пока хорошая погода пособираться онлайн и оффлайн одновременно. Тебя не слышно, Диан, совсем, к сожалению. Ну что ж, раз пока ручек больше нет, если кто-то захочет еще вопросы, задавайте тогда в час. Мы на сегодня тогда будем заканчивать. Диана, Сергей, большое спасибо. Спасибо всем, кто задал вопросы, кто слушал нас, кто присоединился. Хороших выходных. Мирного неба над головой. Да. Спасибо всем и хороших всем выходных. Спасибо. 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 Продолжение следует...